Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, о которых показывает Лапа Дом. И сегодня, наконец-то, большой полновесный сборник повестей и рассказов Марии Ботевой. Я очень люблю её прозу. Я рассказывал о мороженом в вафельном стаканчиках. И сейчас вот эти несколько повестей, они вместе собраны и наклятно показывают, что перед нами большой мастер, современный автор, который должен войти в число классиков современной детской литературы. Мария Ботева удивительно хороша, но даже не сюжетами, но даже не образами подростков, которые перед нами будут теперь стоять, а, собственно, самой подачей материала. Если существует на свете полюса, например, северный, значит, или южный, это не так важно, на котором находится словосочетание отчётное мероприятие. Примерно там же патриотизм и положительный образ педагога и социального работника. И противоположный полюс, максимально удалённый во Вселенной, значит, вот от этого, вот что я, значит, изобразил, да, словами. Так вот, на том, на противоположном полюсе находится проза Марии Бутевой. Она не просто неформальна. Она действительно показывает жизнь и показывает мир и взрослых, и сверстников глазами подростка без инфантильности, без излишней желчности, да, то есть обязательно. Но у нас даже Соню замечательную, да, которую придумал Олейников и Яржамбек, придумали, значит, даже Соню у нас обвинили в социопатии где-то в комментариях. Это действительно так. У подростка очень высокий уровень критичности, очень высокий уровень отрицания. Но это не значит, что в прозе мы должны встречать исключительно, я бы сказал, такие отталкивающие, отрицающие бытие и общество, которое взрослые старательно строили столько тысячелетий. Вот. Очень легко прийти в очистополе и сказать так, никуда не годится, всё на слон. Вот. Ровно так и поступает каждый подросток. Потому что, ну, невозможно не видеть несовершенства этого мира, да. Да. Но мысль о том, что построить что-то более совершенное не так-то легко, приходит спустя пару десятилетий. Ну, некоторым безунчикам, особо умным, спустя несколько лет, да. Но не быстрее. Это вот явно не мгновенный поворот. И вот в этом блаженном состоянии, когда ты уже очень остро чувствуешь всё, когда чувства твои имеют глубину и степень серьёзности, которую привычно нам называть взрослыми. Но, вообще говоря, это неправильно, потому что детские чувства ничуть не менее интенсивны. И, в общем, плач по погибшему плюшевому медведю, это столь же сильно, сколько плач Ярославных. Вы же понимаете, да. То есть, это потому что мы просто забыли. Мы взрослее забываем всё время, да. И ощущать себя подростком, особенно внутри прозы Марии Ботевой, довольно-таки сложно. Но при этом ты понимаешь, что это правда. Ты понимаешь, что это не просто документальная запись жизни, а это не так. Там видно, как изумительно здорово придуманы некоторые вещи, но это вызывает просто восхищение литературным мастерством, а не желанием распустить по швам вот эту ткань, да. Потому что некоторые вещи, особенно написанные для детей, особенно написанные, знаете, в полруки, так, чтобы, ну, что там стараться-то всё, например, дети, что они там будут придираться, что ли, да. Просто хочется порвать на части, потому что там видны швы грубые. Вот. А Ботевой – это абсолютно идеально воссозданный, что поток сознания, что, значит, арка персонажа, уж если там пользоваться всякими словесами, да, или там баланс вот тот самый динамический между описанием и диалогами, какой-то интригой, да, какой-то фабулой. Вот. Всё сделано идеально. Я остановлюсь на первой повести, да, которая называется «Купить черепаху». Хотя мне очень нравится и «Новое чёрное пальто», и «Серебряная Америка», и «Рассказы». Это вообще потрясающие вещи. Но просто первая повесть, она очень показательна. «Купить черепаху», «Куплю черепаху», простите, это повесть о том, как виден мир со дна вот этого вот удивительного изогнутого сосуда, да, который искажает перспективу. У нас там есть всё. Есть семья, есть одноклассники, есть молочный брат, о котором никто не знает. Что здесь такого? Что такого постыдного? Если ты с кем-то дружишь с детского сада, если ты с кем-то лежал там в соседних колыбелях в родильном доме, и, значит, твоя мама покормила его молоком, потому что у неё молока было много, а у вас молока, как бы, а у его мамы молока не было, да, не хватало, ребёнок остался, младенец остался голодным. Естественно, ты ничего из этого не помнишь, более того, тебе это всё пересказали довольно во взрослом возрасте, да, то есть, но к моменту старших классов школы это всё становится невероятно постыдным. Боже мой, какая гадость там, грудь, молоко, грудь, грудь, родильный дом, ничем не может не передать словами. Откуда эта реакция? Это отторжение физиологичности, потому что в этом возрасте происходит сложнейший процесс перестройки тела. Если до этого возраста, до пубертата, мы пользуемся телом как естественной данностью, ну, оно такое, какое оно есть, мы даже не задумываемся, как мы не задумываемся, как именно мы ходим, Как именно мы дышим Как именно мы едим Занимаемся спортом То в этом возрасте происходит эффект цироконожки Которая задумывалась Как именно она переставляет ножки и упала Ходить она разучилась после этого Вот мы разучаемся ходить Мы начинаем задумываться над собственным телом У героини очень много проблем Она не может переодеваться перед физкультурой В присутствии других девочек Пацаны не хулиганят, в раздевалку не заглядывают Но ей это неприятно Хотя ничего этакого здесь нет Никакого подтекста Никакой извращенности в этом нет Это неестественная стыдливость Которая настигает почти любого подростка Кого-то сильнее Кого-то бог миловал Кого-то слабше Но вы понимаете Это неизбежно совершенно происходит Взгляд на взрослых Вот есть прекрасный учитель истории Лев, который археолог Который энтузиаст Который фанатик Который просто... Вот все У него есть какие-то свои пунктики Например, он страшно кричит, топает ногами Когда видит сидящих на сырой холодной земле Мальчиков, девочек Ваши нежные почки вы застудите Все смеются Фу, почки Фу, потом писать будет плохо Фу, вот это подростковое На самом деле это совершенно конкретная психотравма Которую несет в себе взрослый человек Да, он с точки зрения героини Старый, лысый и учитель У него не может быть психотравма С какой стати? Но это не так Мы-то ведь с вами понимаем, взрослые читатели Что это не так Это показано с великолепной достоверностью История любви История взаимоотношений История, значит Общения с родителями История вот этого вот Всех этих школьных вещей Которые как неизбежное зло Приходится претерпевать От физкультуры до математики У каждого свой крест Каждый, значит Несет свою тяжесть на своих плечах Это все показано с великолепнейшей силой А уровень абстрагирования Уровень, скажем, мышления Который совершенно невозможен С точки зрения взрослого Но с точки зрения типичного обывателя взрослого Который в данный момент Не задумывается над тем, что он делает А просто интуитивно живет Все дети идиоты Ну они же еще дети Как они могут что-то умное думать Вот там есть как раз черепашество Что такое черепашество? Вы представляете себе, что такое человечество? Да? Совокупность всех людей Вот черепашество И на примере черепашества На примере этих очень смешных Одновременно очень Таких Я бы сказал Серьезных И даже зловещих местами рассуждений Да? Нам показано Как можно посмотреть на предмет Мягко говоря, сделав даже не шаг А два шага в сторону Выпрыгнув из собственных границ Из собственных возможностей Потому что если рассматривать черепаху Не как милую зверушку Не как рептилию Не как Значит Этого самого подопытного В живом уголке персонажа Да? Если рассматривать ее Как часть черепашества А черепашество в целом Не менее значимое Для биосферы явление Как человечество Да? Возникают очень интересные мысли О смысле того, что мы делаем И как и зачем мы живем Да? Да, конечно Местами это бесконечно смешно У Ботевой написано Возьмем, например, слона Нет, слона брать не будем Он большой Он много ест И так далее Вы понимаете Местами это просто Наслаждаешься от самого Точно так же Как про этого льва читаешь И как он со своей находкой прыгает Причем он сначала Выкарабкивается из раскопа Потому что Внутри раскопа Внизу Не то, что прыгать С находкой в руках Ура, ура Нашли, нашли А даже передвигаться надо Очень осторожно Вы же понимаете Что у вас под ногами Он сначала Выкарабкивается из раскопа И там уже на траве Прыгает Громко кричит Созывает всех Ребятишечки Ребятишечки Находка Находка Археолог Археология Вообще очень азартное дело Все это показано Бесконечно достоверно В чем смысл Такого чтения Для подростка Ну, во-первых Хоть кто-то Настоящую Вещь говорит Не искусственно Смоделированный мир Как бы хороших И как бы плохих Совершенно очевидно Персонажей Которые даже Не напоминают Живую жизнь И там есть Образцово-показательные Взрослые Есть образцово-показательные Негодяи Какие-то Такие же Злодеи До своей Глубины Своей черной души И все это Размалевано Яркими красками Знаете Как тут Трепье Которое впаривают Молодняку На всех рынках Во всех бутиках И так далее Ярче Цветясти И побольше Блесточек Потому что Это интуитивно Нравится Это Вот Куда же Доходчивее Куда ярче Смотри Какие приключения Какие чувства Какие страсти Какие сумерки Уууу Там да 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 Вот Друг не да Вот это все Значит На этом паразитирует Подростковая Массмедийная Популярная культура Что же делает Мария Ботева Она показывает нам Те сюжеты Которые сюжетами В классическом смысле Не являются Там нету интриги С убийством С расследованием Там нету Погонь похищений И счастливых возвращений Сюжеты из жизни Она показывает Тех героев Которые так Столь же живые Полнокровны Как взрослые персонажи Во взрослой литературе Здесь нет никаких Скидок Вот этих Вот одолжений Ну вы же все равно Не поймете Потом вырастите Поймете Вот этого нету Ни на йоту Очень приятно Такое читать Очень приятно Что зазнавать Что такое в принципе Можно написать Это здорово Это очень дорогого стоит Спасибо за внимание